На первой станции Люздорской дороги, где произошел прорыв водопровода, который оставил без воды три района города Одессы, сейчас кипят работы. Специалисты Инфоксводоканала точно определили место разрыва водопровода и готовятся к ликвидации аварии. Вот так выглядит злополучный прорыв водопровода, оставивший большую часть Одессы без воды. На поиск точного места утечки у специалистов Инфоксводоканала ушло несколько часов. Для этого остановили работу сразу двух насосных станций. Именно потому такое масштабное отключение. По словам специалистов, поиск усложнял вот этот рекламный борт. Он мешал начать раскопки. Мы оперативно же сразу уведомили компанию Евроборт о том, что необходимо данную конструкцию срочно убрать с района прохождения наших водопроводных сетей. Однако, к сожалению, эта проблема не так оперативно решалась, как хотелось. Управление рекламы предоставило свою спецтехнику для демонтажа данного щита. Прибыло руководство города, руководство Инфоксводоканала на аварийное место. И совместными усилиями мы смогли к 22.00 освободить место для начала аварийных раскопок. В Инфоксе подчеркнули, что борт был размещен без их разрешения и спровоцировал прорыв коммуникаций. Компания-установщик все отрицает. Бигборд находится от порыва трубы минимум в 5-7 метрах. Причем бигборд был установлен еще в 2012 году, на что есть все документы, законодательные, утвердительные акты. Значит, вчера поступила нам информация о том, что нужно демонтировать бигборд. Предприниматели уверяют, что демонтажом занимались именно они. Теперь компания готовится отстаивать свою деловую репутацию в суде. Тем временем на одесских бюветах небывалый ажиотаж. Сотни людей, лишившись воды, пришли пополнить ее запасы. Чтобы добраться до заветного крана, потребуется около двух часов. Где-то час сорок вот так, где-то. Час сорок? Час сорок где-то вот так примерно. Очень обысклены люди, пенсионеры особенно. Ну, то есть у людей вообще дома, как бы мы не знали, что проснулись утром, а воды вообще дома нет. И пришлось вот сюда прийти и набрать водички. Ну, надеемся, хотя бы до вечера там исправят эту поломку. Потому что это же невозможно. Без воды никак не приготовить, ни в туалет пойти. Тяжело. В огромной очереди бювету в парке Горького есть и дети. Они наравне со взрослыми сейчас заняты решением бытовых вопросов. Примерно, может, с полдвенадцатого, с одиннадцати. Это за водой пришел очередь, сильно большая, и встретил одноклассников. Вот с ними сейчас, с одноклассниками стою, ждем очереди своей. Вот скоро подойдет она. Мама дома с ребенком, с сестрой маленькой осталась, двухлетней. И воды нету дома. И сварить кашу не на чем пока что. К слову, на работу школ и детских садов отключение воды никак не повлияло, уверяют в профильном департаменте. Заклады осветы, соответственно, к действующим санитарным нормам, обеспечены дубовым запасом воды. И сегодня работают в штатном режиме. Те детские садочки, где есть проблемы, переходят на режим работы очередной группы. На завтра, если ситуация, мы надеемся, что она решится. Но если будут какие-то проблемы, и еще не будет восстановлена поставка воды, будет организован подвоз, и следующие группы работают обязательно. Тем не менее, людей в очередях за водой много. В целом, к сложившейся ситуации все относятся с пониманием, и никаких эксцессов в очередях не происходит, уверяет оператор бювета. А же этаж у кранов, говорит она, возник не сразу. Как оказалось, даже при таком масштабном ЧП, ситуация с очередями возле бюветов разнится. После бывшего кинотеатра «Вымпел» путь к крану куда быстрее. Да и люди не менее уважительны к возрасту. Мы простояли практически минут 40. Наверное, больше. Ближе к часу, наверное. А скажи, как вообще в очереди настроения? Люди не дерутся? Нет, слава богу, нет. Люди все добрые. По крайней мере, в этом бюлете я ничего подобного не видел. А кто-то приходит пропустить, бутылочка? Ну, старушек иногда пропускают, да. Причем спокойно. Как сообщают в Инфоксводоканале, искать альтернативные источники воды одесситам осталось недолго. Ориентировочное время завершения аварийных работ и восстановления водоснабжения – 10 часов вечера. Юлиан Аксенов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».